Ну что ж, вот тема истории, тема города. Вернемся давайте к теме настоящих мужчин. Ну и, возможно, многие, кто сейчас представляет настоящего мужчину, когда я говорю, представьте это, настоящий мужчина в возрасте, состоявшийся мужчина. Ну пусть ему будет 45-50, ну такой вот возраст возьмем. Как вы его себе представляете? Друзья, возможно, один из показателей у вас будет такой небольшой животик, солидный. Вот об этом, нормально ли это или нет, я хочу поговорить со специалистом. Про животики, про лишние весы мужчин, давайте начистоту, они нас смотрят, я уверена. Алена Баркова, специалист по психосоматике лишнего веса. Алена, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вот я еще раз скажу, что мужчины нас сейчас смотрят, давайте для них, почему они отращивают этот животик, почему они полнеются возрастом, почему? Да, есть две причины. Есть причина физиологическая, когда она связана только с питанием. Мужчины, которые любят пивные напитки, часто именно поправляются в области живота. И здесь нужно работать просто через зависимость, устранение зависимости именно от кириешек, чипсов, рыбки. Другая причина – это психосоматическая причина. Очень часто бывает, что мужчина мог перенести какой-то стресс. Может быть, это связано с работой, может быть, это связано с какими-то военными действиями. У многих уверенных мужчин в себе такое бывает. Но потом, когда они приходят в такую идеальную, расслабленную жизнь, возникает такое состояние защитить себя, желание. И у многих психосоматическая причина – живот – это как бронежилет. И это прям задается посредством вопросов. Есть ряд вопросов. Когда мы задаем мужчине, когда впервые у вас произошла ситуация, вы поняли, что у вас стал появляться живот. Вот. Мужчина отвечает, вспоминает, начинает вспоминать либо возраст, либо ситуацию. И мы понимаем, что до этого, какой стресс был причиной данного следствия. То есть это у них бронежилетики такие, да? Очень часто, да. Очень часто это защита от опасностей во внешнем мире. Знаешь, что сбросить его не так-то просто, этот бронежилетик. Сложнее ли им, чем женщинам сбросить лишний вес? Нет, не сложнее на самом деле. Просто это должен быть обязательно комплексный подход. Это должен быть и спорт, если позволяет вес. Если вес очень большой, там больше 150 килограммов, то лучше начать без спорта. Лучше просто правильное питание и психосоматика. Что делает психосоматика, проработка психосоматики? А если мы просто садимся на диету и устраняем какие-то продукты, которые способствуют набору веса, то нам сложно. Мы идем через насилие над собой. Мы прям говорим, так, все, месяц, я не ем никакую курицу. Наоборот, я ем курицу и гречку и не ем никаких вредных продуктов. Психосоматика позволяет убрать зависимости пищевые, проработать склонности к перееданию. И человек естественным способом настраивается на здоровое принятие пищи. Появляется адекватное отношение к еде. И если раньше ему нужно было обязательно в день переесть несколько раз, и вечером это все еще зашлифовать бутылочкой пива, то теперь у него появляется абсолютно другое самочувствие при принятии пищи. Ему всего лишь нужно задать несколько вопросов. Я правильно вас поняла? Несколько вопросов. Это диагностика. Диагностика позволяет определить, что послужило причиной появления лишнего веса. После диагностики начинается уже этап исцеления. Мы начинаем прорабатывать, высвобождать тот стресс, который послужил причиной. А бывает так, что заедают мужчины, вот я знаю такое про женщин, свои проблемы. И у мужчин тоже такое. Конечно, конечно. Мы в этом особо не отличаемся. Мужчины тоже часто заедают свои стрессы. Причем бывает два случая. Бывает, когда мужчина заедает, бывает, когда он вообще не ест во время стресса. И когда он вообще не ест, он может сбросить за неделю, к примеру, 5 килограммов. Да, они очень быстро все это делают. Очень быстро. Но потом, когда он входит в обратную колею, успокаивается, начинает обратно нормально есть, все эти килограммы возвращаются, а могут даже и с лишним возвратиться. Поэтому очень важно именно чувствовать свое состояние, вот это уверенности и отношение правильного к еде. Ну и вот тут возникает резонный вопрос. А чем тогда кормить этих мужиков? Им же травки не настругаешь, они же не будут этим довольны. Конечно. Мужчина должен есть все. Мясо, рыбу, все белки, медленные углеводы. Медленные углеводы – это крупы, макароны, картофель. И макароны, и картофель тоже можно есть, вопреки каким-то старым мифам, что от картошки поправляется. Нет, картошка – это очень классный продукт, и поэтому кормить ей мужчину очень даже здорово. Конечно же, овощи, клетчатка, фрукты. Всю обычную нормальную еду вопрос только в количестве. То есть можно сесть и нормально поесть, а можно переедать постоянно. И когда человек постоянно переедает, то есть поправляется, никогда от еды не поправляется. Поправляется именно либо от перееданий, либо от склонности заедать стресс, и от какой-то пищевой зависимости. Когда есть пищевая зависимость, вот только колбасу я каждый день ем. О, я знаю одного такого, да. Знаете что, а сейчас вот этот вот, поддерживаете эту стратегию, не есть там после шести, после восьми, или это уже устарело? Это устарело, но на самом деле здесь как кому индивидуально. Сейчас уже наука ушла далеко вперед, и если раньше говорили не есть после шести, потом говорили, что дробное питание только способствует есть каждые два часа помаленьку, то сейчас есть индивидуальные подходы. Кому-то можно применять интервальное голодание, если у человека нет противопоказаний, и наоборот даже некоторые врачи при определенных заболеваниях рекомендуют интервальное голодание. То есть оно способствует восстановлению здоровья. А кому-то комфортно есть понемногу, но каждые два часа. И здесь нет правильного или неправильного. Нужно найти просто для себя подходящий способ. Последний вопрос. Если, как я говорила, мужчина уже не молод, за 40 ему, возможно ли ему вернуться к этой прежней плоской форме? Я хочу сказать, что за 40, еще очень даже молод, мужчины за 40, если они следят за своим здоровьем, они в самом расцвете силы, это очень даже еще классный возраст. И, конечно, да, конечно, можно и за 40, и за 50, и за 60 было бы желание. Следим за своим питанием. Следим за питанием, занимаемся физической нагрузкой, можно маленькой, можно побольше прям ходить в зал. И, конечно же, проработать все свои психологические моменты, чтобы это было комфортно. Думайте о том, от чего вы защищаетесь лишним весом, говорила нам Алена Баркова, специалист по психосоматике лишнего веса. Большое спасибо. Теперь вот кое-что устало на свои места. Блок полезной информации у нас прямо сейчас, потом еще у нас будет время пообсуждать вас, мужики.